приветствую вас уважаемые друзья сегодня у нас собрание акционеров мтс куда мы ходим каждый год потому что это является одним из лучших собраний которые могут посетить миноритари соответственно мы подготовили для вас обзор этого собрания вы сможете посмотреть уже сейчас а выступит генеральный директор выступит сопровождающий директора который расскажет про бизнес мтс ну и в следующем году я вам рекомендую обязательно прийти на собрание акционеров мтс да и в принципе компания мтс платят солидные дивиденды по текущему рынку это более 10 процентов поэтому инвестируйте и радуйтесь жизни все смотрите собрание сейчас уже никто не сомневается в том что по мтс что называется на голову выше любого из своих конкурентов это подтверждается и капитализации корпорации в недалеком прошлом достигала капитализации всех трех основных конкурентов вместе взятых это подтверждается и уровнем доходов группы компании по мтс это гигантский разрыв который удалось достичь менеджменту компании за последние годы сейчас вызовы которые стоят перед по мтс можно было бы описать не простым вызовом увеличение отрыва от конкурентов более сказать серьезного масштаба бизнеса лучшей маржинальности более высокого уровня дивидендов сейчас вызовы которые стоят перед группа компании мтс уже иного порядка первая задача решена а вот вторая задача как сделать так чтобы мтс превратился из простой телекоммуникационной компании в компанию софтверную в компанию которая будет комплементарно любым желанием любого своего клиента как сделать так чтобы по мтс превратилась действительно лидера цифрового бизнеса в российской федерации как сделать так чтобы на основе по мтс было создано огромное количество других комплементарных бизнесов вот эти вот новые задачи и стоят перед менеджментом поварит уважаемые акционеры переходим к ответам на те вопросы которые поступили первый вопрос будет ли погашение казначейских акций 10 процентов в настоящее время находится в собственности по мтс мы долгосрочно хотели бы прийти к тому чтобы погасить данные акции однако сейчас конкретные сроки этапы и тайминг этого находится в стадии более детальной проработки второй вопрос мгтс мтс банк и другие дочки планируете ли вы выкупать все сто процентов и упрощать структуру владения в настоящее время мы владеем 90 порядка 95 процентов акций в обоих указанных дочках значит непосредственно сейчас таких планов нет по мгтс мы несколько раз объявляли в прошлом предложение по выкупу по цене существенно превышавший рыночный какие-то объемы были представлены к выкупу однако многие акционеры мгтс и не захотели продавать вот и таких подходов было совершено несколько в рамках консолидации мтс структуру упрощения структуры мтс в прошлом я говорю 234 года назад не вот поэтому мы не видим сценария так точнее мы консолидировали насколько это было возможно и насколько собственники акции мгтс готовы были продавать эти акции сейчас мне кажется что этот потенциал исчерпан поэтому мы как бы не видим большого здесь потенциала дальнейшей консолидации и по мтс банку мы в целом довольны или удовлетворены той структурой владения которые у нас есть по силам ли мтс создать большой банк используя абонентскую базу мы абсолютно уверены что банк будущего это банк будущих технологий в том числе мобильных технологий уже сегодня ключевым для банковских сервисов является обслуживание в мобильных приложениях и дистанционное обслуживание и видим абсолютную синергию комплементарность предоставления такого сервиса нашим компетенциям и нашим возможностям поэтому безусловно мы убеждены в том что мы можем существенно увеличить и размер нашего существующего банковского актива и в целом успешно развивать направление финансовых сервисов на стыке телекомов и банкинга и именно с этой верой мы инвестировали в это направление и продолжаем инвестировать как как я уже говорил те цифры которые я называл сегодня а мы существенно нарастили розничный портфель в прошлом году и мы видим что с консолидации банка мы увеличиваем темпы роста портфеля и увеличили клиентскую базу у нас достаточно амбициозные планы по развитию этого направления во многом мы фокусируемся на создании новых продуктов уникальных для рынка которые мы можем представить в силу структуры собственной группы и будем их выводить на рынок и предлагать нашим клиентам продажи мтс украина если такие планы в настоящее время мы полностью комфортность той структуры бизнеса который у нас есть мтс украина является очень успешным бизнесом темпы роста аэбды двухзначные порядка 17-15 процентов мы имеем двухзначные темпы выручки это значительно контрибуция в общую динамику нашего бизнеса поэтому в настоящий момент конкретных планов нету когда большая четверка станет большой тройкой как изми как это изменит рынок если смотреть на горизонт долгосрочный скажем заглядывая в на 10 лет вперед я считаю что в россии есть все предпосылки к тому чтобы рынок перешел от модели четырех игроков к трем игрокам и мы видим это на примере многих других рынков многие европейские рынки уходят в модели трех игроков это и италия это и великобритания это и голландия это и в какой-то степени в этом направлении и германия мы видим что даже индийский рынок где когда-то существовало 9 операторов сейчас практически приходит в модели трех крупнейших игроков и в общем и целом мы конечно считаем что 4 плюс игроков это не соответствует тем инвестиционная такая структура не в полной мере соответствует тем инвестиционным требованиям тем объемом инвестиций которые необходимо будет вкладывать в инфраструктуру однако мы не считаем что это краткосрочная перспектива я не думаю что мы увидим такое движение в ближайшие 2-3 года как нарастить выручку выше чем последние 5 лет и будет ли эволюционный скачок наша стратегия перехода к экосистеме и активного инвестирования в новые направления имеет своей целью два основных два основных преимущества первое мы инвестируем в те рынки и направления которые с нашей точки зрения растут более высокими темпами таким образом мы ускоряем развитие собственных продуктов и сервисов и бизнеса в целом и второе мы увеличиваем лояльность нашей клиентской базы потому что мы верим что инвестирование в сложные продукты когда мы предоставляем много сервисов когда мы даем клиентам больше за большие деньги это правильное направление и в этом смысле именно это будет являться источником дополнительного роста и дополнительного развития компании поэтому ответ безусловно мы ожидаем динамичное динамичное развитие бизнеса мы ожидаем что новые направления будут помогать нам развиваться выше среднего и приносить дополнительные дополнительную вэлью в компании и то о чем я собственно говоря рассказывал уже в прошедшем году и в этом году мы видим что эти новые направления являются значимыми факторами динамики развития бизнеса в целом листинг в америке есть ли ясность мы находимся в процессе в диалоге с инвесторами и как и обещали свои рекомендации совету директоров и свои предложения как менеджмент представим в конце лета начале осени отразилось ли падение доходов населения на бизнесе компании как уже как я уже говорил мы достаточно диверсифицированная группа поэтому разные продукты и сервисы по-разному реагируют на динамику располагаемого дохода населения если мы говорим про базовые сервисы каковыми являются телекоммуникационные они в меньшей степени подвержены влиянию динамики располагаемых доходов населения потому что ценность которую мы даем абоненту существенно превышает ту цену которую мы берем с абонента попробую объяснить 500 рублей которые стоят сейчас связь а средняя арпу у нас даже ниже которая стоит сейчас связь в месяц это по сути цена двух чашек кофе поэтому когда мы говорим о том что если если потенциал того что люди будут снижать свое потребление это мы находимся в рынке с одной из самых дешевых связей в мире и поэтому стоимость того что мы берем абонентов она существенно меньше чем еще раз та ценность которую мы даем вот поэтому с точки зрения основных сервисов мы не видим базовых сервисов мы не видим что эти сервисы подвержены какой-то флуктуации связанной с динамикой располагаемых доходов населения будь то рост будь то снижение ряд сервисов и продуктов которые мы предлагаем они в большей степени подвержены такой такому влиянию например продажа оборудования мы видим что во-первых есть общеиндустриальные тренды продажи телефонного оборудования и телефонов это значимая часть нашего бизнеса и портфеля также мы видим что здесь есть общий тренд к тому что средний срок пользования телефоном увеличивается но мы видим также что и рынок существенно замедляет свои темпы реагируя в том числе на динамике на динамику располагаемых доходов населения поэтому это очень сильно зависит от того в каком сегменте и в каком портфеле мы работаем точно так же финансовые сервисы они очень сильно зависят от конкретной специфики момента и динамики рынка подробности мирового соглашения почему так легко согласились компания находилась под расследованием со стороны американских регуляторов и в процессе переговоров с 2014 года мировое соглашение было заключено в 2018 году 4 года можно сказать продолжалось продолжалось в той или иной форме переговоры в том числе относительно условий урегулирован условий мирового соглашения я бы здесь сказал что это был тяжелый длительный процесс и мы в итоге пришли к тому что считаем наиболее оптимальным для акционеров рентабельность приобретения сервисов по продаже билетов в общем и целом достаточно как любой современный интернет-бизнес достаточно рентабельный бизнес мы говорим про рентабельность в десятки процентов но что очень важно это в целом направление бизнеса которое комплементарно нашему сегменту развлечений и сейчас вот наши активы по номиналу в целом составляет порядка четверти рынка и мы наверное крупнейший игрок на этом рынке четверти рынков рынка всего рынка продажи электронных билетов еще раз как это органичная часть всего портфеля развлечений для нас мы видим достаточно неплохую динамику по итогам восемнадцатого года этот бизнес рос темпами 30 процентов порядка 30 процентов и в целом мы удовлетворены той динамикой которую сейчас демонстрирует это направление почему была продана доля в озон по цене ниже последние доп. эмиссии значит мы владели миноритарным пакетом в озоне мы продали это по той же цене по которой в этот период времени продавали другие независимые инвесторы инвесторы вот и это было объективное отражение рыночной цены компания мтс заработала на этом порядка сорока процентов возврата на те инвестиции которые были сделаны в прошлом это очень хорошая рентабельность с точки зрения стратегической целесообразности мы продали потому что владея минорным пакетом мы не видели возможности в полной мере реализовать все те синергии которые возможны были бы при контрольной консолидации данного пакета мы посмотрели мы были в этом активе и смотрели разные модели синергетического развития сценарий синергии возможен полноценной синергии с нашей точки зрения возможен был только при операционной консолидации и полной консолидации этого актива так как такой возможности у нас не было мы посчитали целесообразным по рыночной цене с очень хорошим возвратом для мтс реализовать данный актив есть ли представление когда мтс банк станет прибыльным ну здесь чувствуется немного как это отставание от реальности мтс банк в течение двух лет как минимум семнадцатого восемнадцатого года демонстрирует высокую прибыль это порядка двух миллиардов миллиард два миллиарда чистой прибыли возврат на return on equity возврат на капитал сейчас находится уже на уровне десяти процентов в прошлом году это было девять плюс безусловно мы ожидаем что возврат на возврат на капитал будет в дальнейшем возрастать вот уже показатели первого квартала этого года также демонстрирует высокую прибыльность мтс банка поэтому мтс банк прибылен последние три года показывает успешную динамику развития и демонстрирует хороший мы демонстрируем хорошую комплементарность этого бизнеса нашему нашей экосистеме 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 мтс планируете ли перекредитование группы мтс в мтс банки есть ограничения относительно того какой портфель может быть какой размер кредитного портфеля может быть локирован на группу это регулируется центробанком имеется ввиду на связанные стороны он не небольшой этот размер лимита он незначительный поэтому мы будем действовать строго в соответствии с этими ограничениями а именно очень ограниченный размер портфеля может быть локирован на связанные стороны рассматриваете ли вы переход на квартальные выплаты дивидендов нет в настоящее время мы не видим целесообразности у нас полугодовая выплата дивидендов значит дивиденды выплаты квартальные выплаты дивидендов требуют достаточно большой в том числе и бюрократических процедур собрание акционеров распределение прибыли и прочее вот нам кажется что существующая практика полугодовых выплаты полугодовых дивидендов в целом отражает равномерную динамику возврата акционерам которую мы обеспечиваем в 2018 году приобрели декарт это бизнес-центр который мы приобрели сколько процентов от стоимости покупки будет ежегодная прибыль от владения значит это бизнес-центр куда мы переводим собственные подразделения у нас находится там подразделение искусственного интеллекта наших R&D центров наших IT команд целью приобретения бизнес-центра для нас не является в данном случае излечение прибыли это это офис в котором мы будем размещать собственные как бы собственных сотрудников и цель это собственно говоря в этом и заключается сколько составил средний процент по займам и кредитам это было в моем материале мне кажется цифры были показаны в целом это с десятыми я сейчас не скажу но это порядка восьми процентов я